Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у нас, соответственно, динамик, гиросенсор, гибкостной датчик, модуль Bluetooth и драйвер сервопривода. Ну и такие вот проводочки, которые используются в красном датчике вместе. Продолжение следует... Что у нас... Можем сказать, что такое, в принципе, этот набор? Это минимальный набор, который обеспечивает нам два режима. Программированные и непрограммированные. В принципе, это программированные, в принципе, электронные блоки. Но они содержат все свою прошивку, умеют друг друга определять, когда мы соединяем друг с другом. И если имеют совместимый функционал, то этот функционал у нас реализуется. Не будем про всякие награды, которые получил этот набор. Их у него тоже много. Упаковку, да, я вам уже показал. Она как бы в два этажа. То есть верхний этаж, это комплект датчиков. И нижний этаж. Здесь у нас лежат магнитные такие вот пластины. Здесь лежат все проводочки, необходимые для зарядки, штифты для соединения этих пластин. Ну, в принципе, вот картинка, как я все это показываю, что то, что мы видим внутри этого набора. Спецификации, наверное, смысла нет. Особо разговаривать, что за блоки у нас внутри есть. Ну, зеленые блоки. Это коммуникация и питание. Они помечены таким зеленым цветом. Это силиконовая такая штучка. Это единочка, которая сверху одевается на блоке. И придает им индивидуальность. Их три вида. Зеленые – это как раз питание и коммуникация. То есть это модули Bluetooth, модули Wi-Fi, модули 24 ГГц, которые есть в старшем наборах. Оранжевые блоки. Это датчики. Это то, с чего мы получаем сигнал. Здесь у нас их два. Это модуль гироскопа. И модуль, так называемый, фонни-тач. Это ремкостной датчик, который позволяет нам на себе прикольные штуки делать, типа, игры на функциях музыкальная. Ну, и многих других. Вот, синие – это исполнительное устройство. То есть у нас здесь есть динамик, у нас есть такая панелька светодиодная. И у нас есть драйвер сервопривод. То есть то, что может выполнять команды, полученные с оранжевых у нас датчиков. Все модули, все модули, они магнитные. Магнитные разъемы ОДПИН. Имеются на этих модулях, которые позволяют очень легко стыковать их буквально на ряду, в отключенном состоянии. Они друг друга опознают отключенные устройства. Программирование этих модулей осуществляется. Ну, либо они используют прошивку, которая внутри. Например, в каждом датчике гироскопа. Например, возьмем вот эту LCD-матрицу. Вот, и я беру блок питания. Включаю последовательно к нему модуль гироскопа. Эту матрицу получаем такую конструкцию. Вот, и все это дело включаем. После того, как я это включил, модули друг друга опознали. И, не знаю, насколько видно, получили мы такой электронный уровень. У нас точечка бегает по среди матрицы. Гироскоп определяется, то есть положение пространства. Ну, а точка у нас, если в центре, то мы горизонтально находимся в положении. Если у вас смещена, соответственно, мы можем посмотреть, какую сторону находится. Ну, это такая простая демонстрация на работе гироскопа. Для того, чтобы перейти в программируемый режим, надо включить сюда модуль Bluetooth. Ну, и включиться к нему через приложение Neuron. Приложение бесплатное скачивается для мобильных устройств. И на iOS, и на Android. Ну, соответственно, либо из Apple Store, либо из Google Play. Программирование мы немножко позже разберем и покажем, как на экране выглядит. Но, в принципе, вот на картинке можно понять. У нас в верхней части экрана отображаются все устройства, которые мы включили. Ну, кроме блок питания и своего модуля Bluetooth. То есть это и датчики, и исполнительные устройства. Мы их просто перетаскиваем сюда на экран. Ну, и начинаем между ними строить различные связи в зависимости от так называемой потоковой программирования. То есть создаем какое-то условие. При выполнении этого условия у нас все это дело может раздрепляться. То есть если одно значение, то у нас, скажем, там одна рожица. Если другое значение, то другая рожица. Ну, и либо происходят какие-то действия там с сервоприродным, либо с моторчиками. Потому что большой набор моторов входит. Также можно считывать там показания и датчика линии, и дреномера. Это все в большом наборе есть. Показания джойстика в том числе. Что надо сказать. Если вы поставите приложение Neuron, то у вас будет довольно обширное пространство уже для проектной деятельности с детьми. Потому что это приложение, оно содержит достаточно большое количество идей вот таких вот гаджетов. Чуть ниже презентации это будет. Также наборы эти совместимы по отверстиям. Вот эти вот сайты, которые в комплекте с Lego. Ну и штифты, которые здесь у нас в пакетике лежат. И это тоже Lego-штифты. Соответственно, мы можем делать некие механические конструкции, используя набор нейрон, мотор от нейрона, ну и, соответственно, ригерские каток конструктивы. Ну, то есть можно какие-то совместные такие вещи делать, как на этой картине. Магнитный дизайн. Имеется в виду, что задняя поверхность датчиков, она тоже магнитная. И, в принципе, если мы берем любую металлическую поверхность, то мы можем к ней, ну, магнитную поверхность, соответственно, можем к ней эти датчики тоже примагнить. Соответственно, если у вас есть магнитная доска, то вы ее можете использовать как для демонстрации, так и для сборки проектов. Можете ребенка вызвать к этой доске, попросить его, чтобы на ней собрать, продемонстрировать класс и решить какую-то задачу. Тоже удобно в плане именно сборки. Ну и крепление в модуле, когда мы собираем что-то совместное с Lego, соответственно, мы используем эти магнитные пластины. Ну и к ним перейдем с мощью магнита модули НЕРО. Также мы можем установить на компьютер пятую версию программы Mblog. Она тоже бесплатная, скачивается с сайта mblog.ct. Это китайский сайт обоязычный, где у нас лежит все программное измечение, которое используется именно на столе компьютера. В данном случае нам нужна программа Mblog пятая версия, которая поддерживает связь с модулями НЕРО и поддерживает программирование НЕРО. Немного вперед заходя, есть еще другой робот, называется кодировки. Это такой милый котенок пластмассовый белый. Вот он может совместно использоваться с НЕРО, и его можно этими модулями НЕРО расширять и совместно их программировать, потому что там есть ограниченное количество датчиков на этом котенке. Но мы хотим сделать что-то большее. Но чтобы сделать что-то большее, мы можем прицепить датчики из НЕРО и сделать совместно какую-то такую программу для двух модулей. Ну, как уже говорилось, все продукты программные Mblog имеют открытый исходный код. Как правило, поддерживают большинство современных операционных систем, которые мы используем. То есть и Windows, и Linux, и Mac OS, и операционная система для мобильных устройств iOS и Android. То есть все, в принципе, в той или иной мере поддерживается на любом компьютере, на любом планшете почти. Мы можем, соответственно, работать с этими модулями, с нашими конструкциями. Также есть поддержка в блажных сервисах, но в данном случае Mblog немножко консервативен. И те прошивки, которые существуют в его девайсах, они не поддерживают в полной мере облачное программирование. Есть свое облако, в которое можно зайти, опять же, из приложения мобильного. Но там очень ограниченные возможности. И, в принципе, ну, наверное, в образовательном процессе его рассматривать не совсем, наверное, правильно. Соответственно, да, если мы хотим большее количество блоков и гаджетов, мы используем наборы более старшие, Explore Kit, либо при этих Lab Kit, где у нас гораздо большее количество различных вот этих модулей. Но принцип работы с ними все равно он остается такой же. Ничего принципиально нового по сравнению с набором Neuron и Lenter Kit, ну, кроме именно обширения возможностей, мы здесь не увидим. Готовые кейсы. Когда мы поставим приложение Neuron на телефон или на планшет, то в нем обнаружим уже готовые вот такие кейсы, которые собираются с помощью грубых деталек, входящих в комплект. То же самое, то есть, сайфер, подкет, там другие, то есть, вот такой формат, там картонки вырубные. И из этих картонок мы можем собирать то, что мы видим сейчас на экране, различные конструкции. Там есть четкое описание, как это работает на русском языке, естественно, все. Как собрать их по этапу. С видео по каждому этапу, прямо ручками, как это соединяется, в какой последовательности. Как замутить картонки правильно, чтобы у нас получилось. Таких занятий, их 11 штук. В принципе, вот каждый такой кейс, это действительно отдельное занятие, которое можно использовать для работы с детьми. Можно из каждого занятия, в принципе, издевать в руку. Если не просто дать детям сказать, сдадите, а объяснить, как работает тут дача, почему происходит то, что происходит именно. Соответственно, ну, эта задача уже педагога. чтобы с детьми сделать занятие интересным, сделать им более страшным. Соответственно, у нас возможностей действительно много. Мы можем очень много здесь у нас занятий именно с датчиком к фанни-тач. Давайте немножко подробнее поговорим. Юго-стной датчик. То есть, у нас к нему подходит 20 штук. Они такими крокодильщиками. Один, а мы таким белым крокодильщиком. Мы его прицепляем сверху. Вот. И второй провод у нас разделены четыре части. Здесь четыре цветные крокодильщика. Синий, желтый, красный, зеленый. Мы его прицепляем снизу. Вот. И теперь где-то мы соответственно подключим все это в углок питания. И, к примеру, прицепим сюда нашу статогиодную матрицу. И дальше, скажем, за этой статогиодной матрицей прицепим динамик. Вот. Теперь мы все это на струксу включим. Не знаю, хорошо будет видно. Попробуем. Вот. Теперь, соответственно, мы должны одной рукой взять крокодильщик этот динарный. И при касании другим крокодильщикам у нас, соответственно, здесь будут различные цвета матрицы меняться, ну и будут меняться звуки. Вот. Если мы возьмем два цвета одновременно зажмем, то мы получим на экране смешение цветов и какой-то третий звук, который не предусмотрен в этих четырех. Вот. Соответственно, мы можем получить более-менее полноценный такой музыкальный инструмент интересный. Есть проект электрогитара, есть проект палитра, который используют эти датчики. можно взять фрукты и прицепить дальше фрукты, при касании к яблу, к банану и так далее у нас можем мы очень вероятличные звуки. Ну и очень легко можно собрать мелодии простейшеки, траве, с удовольствием, нечем, ну и так и подобное. Там собачий вальс. На таком инструменте, ну немножко потренировавшись, соответственно, ну, детей это вызывает такой восторг. на более старших наборах, ну, здесь количество датчиков, соответственно, у нас больше, ну и проектов, соответственно, тоже можно придумать больше. В принципе, можно пролистать все вот эти вещи, видите, вот этот датчик на экране, как раз о котором мы говорили. Здесь перменирование, вот как раз перед гитарой, на котором можно играть в лоди диджи-машина, то есть которая тоже очень просто делается. Мы берем пироскопы, к примеру, и берем динамик. Ну, соответственно, в зависимости от положения пространства, я буду меняться звук, тоже вот такое, что-то, не знаю, насколько слышно. простые вещи, которые можно делать без программирования. авто которые не как кракодил, тоже основан на датчике гироскопа, реагирует динозавр у нас на постыкание по столу, либо на изменение положения пространства, ну, и, соответственно, начинает открывать звуковой троп. Как это работает, опять же, можете скачать приложение Neuron, поставить себе на смартфон или на планшет, и когда вы открываете проект, у вас будет первое, что это видео готового проекта. Можете посмотреть, как это должно работать, как должно выглядеть, когда ребенок это себе. В принципе, вот этих 11 проектов, которые есть в программе, для 11 уроков уже достаточно. Но у нас есть наборы, соответственно, более серьезные, более интересные. Давайте попробуем. Видео. Очень маленькое у нас сейчас. Так. В принципе, по презентации, по самой, наверное, все. С презентации у нас мы закончили. Презентации у нас. Теперь перейдем именно к наборам, более старшим. Посмотрим на отличия, которые у нас есть в сравнении с младшим набором. Посмотрим на датчики, которые у нас в комплекте. Мы попробуем что-то с ними сделать, чтобы это было интересно. Ну и в программированном режиме что-то запрограммировать, например. У нас сэмпл немножко старый предпродажный, поэтому прошивки некоторых датчиков, они отличаются от того, что есть сейчас набор. Естественно, то, что есть сейчас набор, они работают более правильно. Вот более корректно. Как мы видим, у нас здесь есть два блока питания в коробочке. У нас здесь есть модули Wi-Fi, у нас здесь есть и Bluetooth, и у нас есть два модуля, на которых написано Wireless-R и Wireless-T. Это, соответственно, приемники передатчик, модули 2.4 гигабирса, которые связаны друг с другом. Что это нам дает? Ну, мы, к примеру, можем на одном и раскрыть. Как видите, тоже другие есть картофельки. Вот внутри мы обнаруживаем кучу различных моторчиков. Тоже площадки. То есть мы можем, например, построить это легко и просто машиной, например. Вот модуль мотора. Попробуем, например, прицепить. Сюда. У нас тоже второй модуль мотора. Ниже. Здесь, возможно, на улице его уже поставили. Второй модуль мотора тоже с колесом. Здесь есть списание, это защелочки для того, чтобы собрать из этих колес конструкцию. И, соответственно, соединив вот таким образом, как я это делаю, мы можем простейшую машинку трехколесную, к примеру, получить. То есть у нее есть опорное колесо и есть два мотора с колесами. Моторы обычные, без опорных, достаточные для того, чтобы эту движущуюся систему собрать. Здесь у нас есть драйвер специальный, называется DC-motor driver, который позволяет эти моторы подключить. Таким образом, можно, соответственно, все это загребить на этой площадке. Но магнитный, на которой сами провода, сами можно как-то свернуть, так, чтобы они нам не мешались. Далее возьмем блок питания. И возьмем модуль, не помню, который может быть здесь. Один из модулей бесплатной связи. Так, это у нас входной. У нас две входной. Далее. У нас есть джойстик. Вот такой вот модуль джойстика. Достаточно такой простой. К этому джойстику мы прицепляем передатчик. Ну и, соответственно, нам понадобится второй блок питания. То есть, по сути, что у нас есть сейчас? У нас есть машинка, на которой есть приемник радиосигнала. Есть блок питания, который все это питается. Есть драйвер мотора. То есть, вот такая конструкция. С другой стороны, у нас тоже есть блок питания, джойстик. Джойстик и модуль передатчик. Там приемник, здесь передатчик. Теперь попробуем все это включить под инструкцию. Чтобы было длиннее коробка. То есть, вот наша машинка. Вот модули друг друга определили. И теперь у меня могу просто управлять этой машинкой с помощью этой джойстик. Вот простая штука, которую можно собрать даже тоже из этой конструкции, которая будет двигаться уже. То есть, это уже не просто датчики, не просто исполняемые устройства. И, соответственно, драйвер управляемый, это машинка, которую можно взять и погонять. Ну, соответственно, мы можем также прицепить это все по радиоканалу к компьютеру. И запрограммировать действия в блок пятом. Какие-то для этой машинки, для джойстиков. И сюда еще какие-то дополнительные датчики, дополнительные устройства. Получить уже другой функционал. Более широкий, по сравнению с тем, что мы сейчас видим. Может, попробуем, например, прицепить сюда матрицу. Не знаю, мне пробовал, не надо. Вот она, да, получается, видите, на этой матрице. Вот я сейчас загорелся стрелочкой. То есть, она поворотно прямо 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 прямо. То есть, она может, соответственно, выводить одновременно эту матрицу. Такие штуки. Есть ли что? Есть светодиодные ленты здесь в комплекте. Есть также светящиеся провода, которые тоже через специальные море цепляются. Есть такие вещи, как датчик влажности. Есть помпа водяная в комплекте. То есть, в принципе, мы можем на вот этом лодке построить то же самое умный дом. В герметичной датчик температуры есть, к примеру, который он может тоже и в почву погрузить, или в какую-то среду живую. Вот он у нас не промокнет. Он у нас будет работать в датчик. Что у нас еще есть, в принципе, каких-то компонентов в этом наборе. Есть датчик линии. Мы можем сделать машинку из этого, которая у нас будет кататься по линии. Есть датчик расстояния. Есть дисплей жидкористаллический, который может вводить также с датчиков какие-то показания. То есть, если мы просто даже возьмем, мы хотим сделать простой длинномер, мы его, опять же, можем сделать без программирования. То есть, мы берем блок питания, прицепляем к нему длинномер наш и прицепляем к нему экранчик с дисплеем. Вот такой. Тоже сюда. Опять же, когда мы включаем, у нас определяется модуль между собой. Ну и, соответственно, у нас здесь 2,5 метра максимум. На экране, я не знаю, здесь насколько видно. Там меняются указания. Из таких проектов, которыми можно подобрать с детьми, именно вот так вот помочь на объяснении работы каждого из датчиков, что он делает, что можно с этого датчика снять, какие сигналы и как заставить работать с панельным устройством, какие можно использовать. Очень много вариантов. Соответственно, комбинируйте, пробуйте, получите. Действительно, такой нормальный образованный процесс. Детям это тоже интересно. Они любят экспериментировать. А экспериментов получается, что здесь можно провести много. Два блока питания дают возможность нам, двум детям с одним набором, одновременно сидеть и собирать разные схемы. Либо, соответственно, создать некую конструкцию с радиоуправлением, с передачей сигналов с одной части на другую. Вот так я показывал с помощью вот этих вот модулей 24 ГГц, входящих в комплект. Можно не только с джойстикой сигнал передавать. У нас, к примеру, к одному могут быть подключены датчики, и он может находиться там в одной комнате, скажем. А к другому могут быть подключены исполнительные устройства, и он будет находиться при этом в другой комнате через стенку. И вся эта система будет работать. То есть то, что мы собрали там из простейших устройств, все вот эти схемки, объединяя их с одним блогом питания. Мы то же самое можем собрать из двух частей, передавая между датчиком и исполнительным устройством сигнал по радиоканалу. В принципе, это достаточно интересно тоже, если мы хотим углубиться в тему интернет-вещей и тому подобного. Потому что, ну, не обязательно у нас умный дом должен управляться инстанционно. Простейшая система умного дома мы может построить из этих датчиков. Причем даже не программируемые, а именно используя эти прошивки, которые здесь есть. Потому что исполнительные устройства будут делать то, что вам обозначил датчик. Что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть микрофон мощный, хороший. У нас есть, опять же, датчики басные. У нас есть драйвер для включения серов-дивода. Там их тоже несколько в этом наборе. У нас здесь есть датчик присутствия петрокрасной. У нас здесь микрофонов даже несколько. У нас здесь есть датчик цвета, у нас здесь есть гироскоп. У нас здесь есть модуль для включения, то есть это диодная лента, которая в комплекте у нас лежит. Лента адресная. Можно зажигать диодики буквально по одному на этой ленточке. Ну, к примеру, можно... В простейшем варианте, кстати, в непрограммировом режиме это показать. То есть мы прицепляем ленту к этому модулю. Берем, к примеру, джойстик. И прицепляем блок питания. То есть когда мы это включим, у нас лента и джойстик там модули друг друга опознали. Вот. И мы получаем возможность управления вот с помощью джойстика. Опять же, мы можем здесь либо регулировать яркость этой ленты в одном направлении джойстик, используем в другом направлении, у нас, соответственно, будет активный гущарный. Вот. Если мы подключимся по модулю Windows сюда, то мы не только сможем эти функции выполнять, мы можем задать для каждого лампочка свой цвет в программе. И, соответственно, это будет выглядеть уже немножко по-другому, эта индикация. Опять же, мы можем такую индикацию использовать, к примеру, для индикации, там, не знаю, температуры, уровни влажности, задав параметры там верхние и нижние, но и у нас как шкала будет работать вот эта лента. Соответственно, если у нас там ноль, то у нас ничего не горит, там либо одна лампочка горит. Если у нас там максимальное значение, соответственно, мы постепенно там зажигаем, при переходе к максимальным значениям, все больше и больше и больше этих лампочек. То есть такие вот простые штуки, но они, в принципе, достаточно визуально интересны, поэтому можно их использовать в усталивной процессе и немножко расширяет наши возможности. Вот. Ну и интерес детей тоже больше становится. Так, как уже говорил, да, различные здесь помпы и герметичные датчики используются, с помощью этого можно, к примеру, создать систему автомобиля автоматического пара у растений, то есть когда у нас там влажный будет падать ниже определенного значения, у нас будет включаться помпа, которая будет там подавать воду, макошел с светочком, с нашим, ну и, соответственно, будет осуществляться полив до той поры, пока у нас влажность не восстановится в данном участке почвы. Ну и дополнительно можем что-то делать с теперобой, что-то еще придумать. Вот. В принципе, в принципе, каких-то больших различий там между разными датчиками, в работе между разными датчиками, их особо нет. Вот давайте попробуем теперь взять программку. нервам, которые необходимо было поставить. Так. И посмотрим, как программа работает, когда мы используем режим программира. Я думаю, что я поближе к камере, чтобы экрана была видна. Вот у нас здесь две такие картинки. Одна как раз те 11 проектов, а вторая – режим программирования. Давайте возьмем как раз эту адресную светодиодную ленту. Попробуем программировать что-то с помощью джойстика того же самого. Так. Для этого нам понадобится Mono Bluetooth. У нас соединяется с другой стороны блок питания. И мы получаем такую систему. То есть датчик, в качестве датчика, в качестве источника сигнала мы используем джойстик. В качестве исполнительного устройства мы используем светодиодную ленту. Чтобы войти в режим программирования, нам нужно подключиться по Bluetooth сюда. К примеру, я создаю данный проект. И подключаясь по Bluetooth, соответственно, к нашему конструктору можно подключиться по Wi-Fi. Соответственно, у нас увеличится радиус действия. Так, Bluetooth надо сначала включить. На своем телефоне. Вот теперь он включен. И теперь он дает поднесите устройство. Вот, Bluetooth мы его подключим. Сейчас поднесем. Все, у нас выключила картинка, Bluetooth подключим. И вот как я показывал, в верхней части экрана, напишите, пожалуйста, видны датчики. В верхней части экрана датчики видны. Понятно. В верхней части экрана мы видим как раз наш джойстик и видим нашу светодиодную ленту. Мы их перетаскиваем, как уже говорилось, на экран. То есть, по сути, вот такая картинка потом будет. Два устройства на экране, пока никаких связей между ними нет. Вот, теперь, соответственно, для нашей светодиодной ленты мы можем задать два режима для работы. Здесь у нас с джойстиками как бы выходят такие два контактика. Вот мы сейчас взяли, нажав на модуль светодиодной ленты, у нас появляются вот такие черные кружочки с изображением лампочек. Вот, и, соответственно, мы их можем вытащить на экран и связать с источником сигнала. У нас источник сигнала два контакта, с которых, соответственно, приходят два сигнала. То есть, X-V, ну, грубо говоря, да, по вертикали, либо визонтально, это джойстик и двигаем. Сейчас эти картинки одинаковые. Давайте одну из них изменим. Не сильно видно, но сейчас вот лента должна отгореть по-разному, в зависимости от того, вот куда мы отклоняем, соответственно, наш джойстик. То есть, если мы сюда его отклоняем, у нас вся лента сгорелась. Если мы его в другом направлении отклоняем, у нас там несколько лампочек. Мы можем в картинку взять, здесь есть режим редактирования, когда мы на нее нажимаем. И сейчас у нас там всего ничего дает, всего ничего нарисовано этих лампочек. Здесь мы можем, соответственно, всю леточку прям по лампочке ограничить, сказать, как у нас должна там загораться в том или ином случае. Я сейчас все сделаю там красным цветом. Вот, соответственно, мы это дело подтвердили. И теперь, когда я буду жестких сюда наклонять, он на полоске загорелся красным. Но в другом положении это одна стандартная схема. Вот такие голубые и фиолетовые светодиорики. Вот такой принцип программирования. Здесь, соответственно, нужно тоже экспериментировать. Здесь есть экологические операторы. И сравнения различные, вычисления. То есть, в принципе, можно построить достаточно сложную программу. Но это уже будет зависеть от того, что вы хотите сделать. Вот такая работа с этих модулей. Вот такие принципы программирования. В программе еще раз покажу. Выглядит вот так. Достаточно просто. Но нужно самостоятельно пробовать. Если что-то не получается, всегда можете обратиться. Ну и, соответственно, сможем помочь. Соответственно, всегда подскажем, если что-то у нас не получается. Если что-то не так делать. В принципе, ну, я закладывал на ребят на полтора часа. Но с запасом, я думаю, что в двух, в двух раз еще что-то. Вот. В принципе, на этом можно, наверное, завершить. Такое кратко это занятие по нейронам. Остальное, ну, нужно взять в руки и попробовать, чтобы возникли какие-то вопросы. Сейчас какие-то вопросы мы вряд ли сможем закрыть. Вам спасибо, что вы пришли. Суплановите всем выше. Эти вебинары можно будет посмотреть. Вебинар записывается здесь, в автоматичном режиме. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.